Молодцы! Прежде чем попасть в Краевую больницу скорой медицинской помощи, подшефная Елена Гудкова получила высшее образование, прошла ординатуру и переквалификацию на врача-эндоскописта. Но если теорию можно осилить в одиночку, отработка практических навыков чаще всего под руководством наставника. Во-первых, я знаю, что мой наставник, он всегда у меня за спиной, он всегда рядом, в любой ситуации я знаю, что он мне подскажет, поможет, что-то посоветует. Поэтому, в принципе, любая процедура, сопровождая таким спокойствием, я знаю, что на помощь мне придут. Но и для опытных сотрудников наставничество – полезный опыт. Когда молодой специалист задает какие-то интересные, каверзные вопросы, не просто именно мне, как передающему знания, а вообще, в принципе, по специальности, ты начинаешь задуматься и понимаешь, что где-то у тебя еще, где-то ты не дочитал, где-то тебе нужно что-то освежить, какие-то знания. Практику наставничества в медицинских учреждениях края вводят с этого года. Суть ее следующая. Начинающих специалистов по направлению их квалификации закрепляют за врачом, который отработал по специальности не меньше пяти лет. Наставником может быть до пяти подопечных. Каждому он должен донести все тонкости работы. Здесь идет применение каждому конкретному пациенту. То есть пришел к тебе пациент, и тебе надо этому молодому врачу на примере вот этого конкретного пациента что-то конкретно пояснить, показать, и чтобы он это понял. А у другого врача будет другой пациент, и он будет отличаться. Практику наставничества применяли и ранее. К примеру, она была широко распространена в советское время. После передачи опыта молодым зависело исключительно от желания старших коллег. Сейчас же опытный врач работу подопечного контролирует на официальной основе. Получает за это деньги. Тысячу рублей в месяц за человека. Например, в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи номер два сейчас есть 35 подшефных и 24 наставника. Любое финансовое вознаграждение требует отчетности. Поэтому у наставников появилась отчетность. Сначала составляют план работы, и потом результаты, итоги этого наставничества должны в какое-то практическое вылезать. То есть либо новые навыки появляются у человека, новые компетенции. Наставники курируют подшефных год. Дальше могут набирать новых. Насколько качественно за это время опытные специалисты введут в профессию молодых, будут оценивать специальные советы наставников при учреждениях. Один из основных критериев оценки – степень готовности подшефного к самостоятельной работе. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.